минутку раз раз сейчас настраиваю трансляцию добрый вечер господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике сейчас я подключусь чтобы увидеть начался вебинар или нет начнем так что-то у меня не то с ноутбуком сейчас начался вебинар а вы должны мне в вебинарной комнате сайта дуй к гуру сейчас поставить плюсики если видно и слышно сейчас одну минутку и видно и слышно правильно плюсы есть это говорит о том что трансляция идет сейчас я попробую эту трансляцию все-таки увидеть вижу трансляцию раз раз вижу трансляцию супер ура ну что давайте начнем какая то есть ошибка неправильная совсем непонятно что-то тут меня приглючило ну такое бывает оказывается это ладно все таки сейчас секунду смены табликовый запись вот так вижу ура ну наконец-то и так вижу я ваши сообщения с удовольствием сегодня поотвечаю на ваши вопросы сегодняшний наш вебинар посвящен эзотерики с эзотерикой дуй к жить оказывается легко не будем о грустном будем о любви и так здравствуйте уважаемый андрей андрей скажите пожалуйста можно ли сжигать чеки спасибо за ответ да чеки сжигать можно сейчас зашла моя любимая жена которая принесет мне водички до софельсона добрый вечер всем добрый вечер какая разница сжигать чеки или сохранять это не имеет никакого значения эзотерические что необходимо что необходимо знать значит для того чтобы жизнь была прекрасной необходимо знать несколько нюансов которые связаны с кошельком и связанные с чеками и всем остальным я считаю что чеки хранить не нужно раз второе я считаю что если кто-то хранит чеки то это тянет человека в прошлое также заставляет человека не верить в то что все в жизни будет хорошо 2 вообще в кошельке я считаю кроме денег хранить ничего не нужно так как открывая кошелек вы будете видеть чеки и будете расстраиваться по поводу того что вы деньги потратили а как известно если видишь деньги или видишь эту энергию которая называется чувство которое возникает от того что ты видишь деньги то в случае если возникают негативные чувства то денег не будет поэтому если у вас там будет лежать золотая монетка или что-то фотография вашего близкого любимого человека который вас вдохновляет то будут появляться деньги в кошельке на чековой книжке а если вы не любите близких то и они вас раздражают то не нужно ложить вот очень много есть таких тем где в большом количестве люди которые преподают можно сказать или обучают или дают советы в интернете дают советы того как урегулировать или как быстро справиться с негативными эмоциями которые возникают у человека и так далее и тому подобное и как правило когда начинаешь просматривать такие видео сталкиваешься с тем что это либо непонятно либо человек говорит о то что неприменимо и так далее дело в том что в свое время я написал книгу она называется психотерапия дуйко дуйко и было выпущено мной два видео семинара это психотерапия первая часть и психотерапия вторая часть это семинары которые выпускал 2000 с 2012 по 2014 год в этих семинарах я не объяснял правила психотерапии я объяснял каким образом работают рифы то есть не разбираясь в том из-за чего или почему у человека возникают какие-либо проблемы я объяснял как можно очень быстро там два или три слова понять проблему человека ее перевести совершенно в другой модель восприятия для этого человека я это назвал псих психологическими рифами то есть я объяснил как работать с такими психологическими рифами их оказалось там по моему около двухсот и там практически на каждую эмоцию которая возникает и если эмоция негативная которая от которой страдает человек и обращается к психологу я дал некий такой простой метод быстро избавлять человека произнося ему там два три слова допустим часто говорят что в случае если близкие люди вас раздражают или случае если близкие люди или не близкие люди вас раздражают такое очень часто бывает то необходимо и дальше начинается целый ряд психологических таких нюансов допустим там один из них допустим там просто не обращай внимание это обычный человек скажет второе там отвлекись начни смотреть на что-то третье начни думать о чем-то это аутсорсинг как бы поведение уже четвертое делай то же самое отзеркаливай делай это мысленно это уже называется там разные модели восприятия но дело в том что как бы вы не отзеркаливали что бы вы не делали если человек раздражает вас и вы склонны к тому чтобы раздражаться на то как какой-либо человек некрасиво есть чапкает или какой-либо человек там создает определенные звуки и так далее то вы не справитесь это все равно будет вас травмировать а как ни крути это все равно невротические состояния которые в дальнейшем приводят к неврозам это накапливается и в дальнейшем приходится как-то с этим справляться мы и так при часто находимся в раздраженном состоянии в невротическом в состоянии истощенном и еще дополнительно начинаем обращать вот на таких людей внимание это могут быть как наши близкие наши дети наши мамы наши папы едущие с нами в транспорте чвыркающие как моя знакомая говорила зубами или плюющие или там кричащие или пахнущие или еще какие-то люди и справиться с этим очень сложно вы знаете что как ни странно человек который будет ковыряться искать из-за чего он раздражается никогда не найдет первопричину того почему он раздражается потому что первопричина находится в страхе вы представляете оказывается страх заставляет вас раздражаться но этот страх вы его не испытываете и не воспринимаете как страх он у вас первопричины там где-то очень давно был создан страх в виде паттерна который находится в вашем подсознании и реакция на этот страх или реакция этого страха это бурное ваше негодование какими-то моделями которая проявляется в виде ваших моделей поведения в виде вашего раздражая раздражительного такого эффекта коммуникации что необходимо делать смотрите попробуйте сделать так как я вас научу перед вами сидит человек который чавкает или вас раздражают чем-то или еще что-то не говорите ему ничего а мысленно произнесите несколько раз слова я тебя не боюсь просто несколько раз глядя на человека произнесите я тебя не боюсь вы его и не должны бояться и скорее всего даже наверняка вы его точно не боитесь как можно бояться человека которого вы допустим первый и последний раз жизни видите но тем не менее когда кто-то дома будет вас раздражать глядя на этого человека мысленно или тихонько шепотом чтобы он не услышал вас произнесите я тебя не боюсь я тебя не боюсь я тебя не боюсь это откроет новую систему вашего мировосприятия и даст вам возможность дальнейшем избавиться от такой черты как раздражительность на те элементы которые вызывают в вас такие раздражения произносите мысленно в случае если вы раздражаетесь на что-то эти слова я тебя не боюсь и вы откроете для себя совершенно другие инструменты для дальнейшего управления своими негативными эмоциями это поможет вам я надеюсь дальнейшем справиться с вашими стрессами здрасте андрей андрей счастья быть в школе и смотреть ваши вебинары очень много людей прямо очень и очень много людей пишет мне в ю тубе гадости и гадости пишут ну буквально где-то это так шарлатан много денег зарабатывает и так далее я замучился убирать пишет о том что шарлатан зарабатываю деньги делаю все для того чтобы одурачить вот таких несчастных бабушек как они считают но я хочу сказать вам они ошибаются может быть не ошибаются по поводу шарлатана пусть будет так это не имеет на самом деле не имеет никакого значения объясню почему в тот момент когда я выступаю по интернету и в тот момент когда я выступаю в youtube то я веду себя как блогер блогером быть не запрещено блогер может все что угодно советовать это свобода слова и свобода вероисповедания то есть я могу говорить о чем угодно думать как угодно это фактически является моим каналом то есть я хочу записываю хочу не записываю делаю я это безвозмездно и ничего никому не продаю и право человека выбирать или не выбирать другой вариант это когда я допустим продал вам какой-либо семинар этот семинар вы прошли после этого говорите вот я прошла семинар мне не помогает дуйко объясни и так далее я тогда начинаю либо объяснять либо помогает человеку либо думать о том что нужно в дальнейшем что-то изменять в этом семинаре и так далее это другое дело поэтому когда человек говорит он шарлатан ну как же я могу быть шарлатаном если шарлатан это тот кто продал и заработал деньги если ты смотришь меня а есть такие люди вот я сегодня смотрел человек 100 видео и под стами видео написал гадости там люба какая-то люба скажи мне тебе не было у тебя что так много времени тебе так хотелось много раз что-то написать в комментариях на самом деле когда человек злится на другого человека то это говорит о том что человек неплохой тот который злится это говорит о том что человеку просто плохо для того чтобы стать лучше нужно помнить пословицу а пословица звучит так буду гаутама в свое время своей лотосовой сутре сказал что человек заблуждается и человек испытывает и на и берет себе в карму грехи и это связано с его тремя качествами одно из них невежество второе это отсутствие добродетели так вот если правильно с перевести то добродетель буквально переводится как доброта то есть будда гаутама говорил о доброте смотрите в чем была особенность тех людей которые свое время были удивительными сильными лучами может быть нового видения нового мира нового счастья это иисус христос будда гаутама там шива кришна и так далее то есть знаменитые люди которые за которыми в дальнейшем которые в дальнейшем создали направления религиозные направления новые модели сознания философию эволюцию и так далее что очень существенно изменило восприятие людей и социум изменился и так далее у этих людей было одно определенное общее качество это качество заключалось в том что эти люди были добрыми людьми они были добрыми добрым был иисус христос вы видели хоть раз чтобы он бил кого-либо нет будда гаутама никогда никого не бил серафим саровский там петру могила то есть люди которые мне очень нравится григорий сковорода это удивительно просто потрясающий человек удивительные люди которые были символистические проявлением могучего гуманитарного обучения то есть они говорили о том что самое важное это быть добрым человеком относиться к людям по-доброму обучали доброте говорили что доброта идет рядом с мудростью и так далее так что зачем писать гадости тратить на это время просто никто не поможет ни с чем а плохо потому что злая тут нужно ничего не писать а просто быть добрее не писать комментарии не искать как изменить судьбу а идти гладить своих детей делать что-то для близких простите скажите пожалуйста можно ли сжигать чеки ответил уже скажите можно ли себе помочь вашими шумами выложенными на сайте платная шум от всех заболеваний они по воздействию мощнее чем youtube да я сам инвалид из казахстана есть люди которые вообще особенность шумов заключается в том что это необычные системы объединенных вибраций созданных в виде определенного вот такого излучения шумового и акустического и данные шумы они могут очень эффективно воздействовать в том числе на заболевания в том числе на иммунитет в том числе там в свое время очень активно этим занимался петр горяев но дело в том что у него были ошибки конечно я не имею права этого говорить ну и в чем его ошибки заключались дело в том что он создавал шумы следующим образом он брал шумы и брал молитвы допустим записывал эти молитвы на магнитофон после чего сжимал или быстро очень начинал эти молитвы прокручивать создавался вот такой вот шум после этого этот шум он использовал и выкладывал его в виде матрицы то есть это шум для здоровья или шум там еще для чего-то еще для чего-то но дело в том что он шел немножечко не тем путем я же шел путем другим измеряя определенные частоты с при помощи оборудования которое было мной создано я начал определять какие частоты в действительности могут влиять и на человека и на заболевания какие звуки могут влиять на это описал даже в своем семинаре который называется язык магов его можно приобрести посмотреть о чем этом говорю и вот такое изучение создала некую такую шумовую или вибрационную картину мира где каждая чистота и человек и каждая чистота которую можно создать и каждая чистота которую мы могли бы услышать и которые мы не слышим может определенным образом влиять на человека но дело в том что сама по себе чистота не может конкретно воздействовать на орган но шум от и до запущены в виде определенной амплитуды вот допустим как китайский язык там тихо произносит человек одно слово тот же слог немножко взвинчено там другое слово и так далее и вот такие же амплитуды они очень важны там есть три вида амплитуды это короткая амплитуда широкая амплитуда и имеют вот определенные вот амплитуда возрастающая амплитуда затухающая и вот соединение определенного виден объединения в определенной амплитуды пакеты или риф и как я их называю вот этих звуков вот они могут влиять очень большое количество сегодня буквально занимался опять снова вернее вот такими изучениями это очень время затратно есть прямо такой подход я это не собираюсь никогда не публиковать никому рассказывать это предполагаю что это со мной наверно и уйдет тем не менее вот те виды шумов которые были созданы мной они действительно могут быть очень эффективными но у них есть одно условие смотрите в чем разница когда человек принимает таблетку то таблетка попадая в кровь выделяет действующее вещество включаются определенные механизмы которые воздействуют на целые системы то есть там иммунную систему гуморальную систему нервную систему там желудочно-кишечную него ну и так далее и когда человек выпил таблетку то некоторое действующее вещество может работать пока она не будет выведена из организма на протяжении от пяти там до десяти часов какие-то могут месяцами воздействовать на человека скорее всего такие шум же воздействует только в тот момент когда вы его слушаете в этом его основная проблема то есть если включить шум то нужно обязательно его слышать лучше всего чтобы шум по моему мнению шум лучше чтобы он был не в наушниках а рядом с человеком звучал тогда его эффективность более мощная также не стоит слушать шум с закрытыми глазами считаю что если слушать шум с закрытыми глазами в наушниках то это уменьшает его воздействие на человека если слушать его вот даже через колонку через телефон там через что-либо слушать этот шум и делать это с открытыми глазами то он достаточно эффективный если задаться целью и использовать это как задачу терапии для себя то есть выделять время вот вы читаете газету или читаете какую-нибудь информацию получаете или даже смотрите телевизор положите рядом с собой телефон включите шум и пусть он рядом с вами создает вот такую незначительную помеху звуковую или звуковое колебание так чтобы вы еле-еле слышали или оденьте этот телефон на себя носите его на протяжении дня и пусть он по чуть-чуть там чирикает или чирикает создает вот этот шум таким образом это работает и вот если один час послушали два если не дай бог еще и целый день когда гуляли собака и так далее или просто гуляли на улице и слушали при этом шум вот в этот момент происходит мощнейшее воздействие и есть одна такая тема у шумов есть эффект увеличения их воздействия на человека с каждым последующим прослушиванием если вы сегодня его слушали час завтра и послезавтра то послезавтра он будет воздействовать на вас десятки раз сильнее чем сегодня и вчера здрасте купили дом но соседями очень сложно общаться общий колодец и подпорная стенка перекрывает нам воду мы ошиблись купив этот дом какой совет вы бы дали чтобы найти к ним доступ мысленно им что-либо дарите не переживайте смотрите когда человек плохо относится к другому человеку то это выглядит следующим образом вот если представить вас и ваших соседей то эти соседи в тот момент когда делают вам плохо они живут с вами и на модели вот этого мира в котором ясновидящий видит допустим вас с вашим домом соседей ваших которые находятся через забор вы оба находитесь друг с другом в одной плоскости то есть и соседи и вы они равны то есть у них есть возможность там вам отключать у вас есть возможность их расположить и так далее в этой всей системе вы сейчас живете по принципу объединенной восьмерки то есть они на вас влияют а вы хотите влиять на них почему восьмерки так два шара они должны разойтись именно поэтому у вас появились идеи эти идеи звучат так зря мы купили а этого они только от вас и хотят у них есть скорее всего родные и их идея или задача такая вам они не дадут возможности нормально жить после этого вы захотите за бесценок продать это имущество они захотят это имущество купить и тем самым дешевле купить потому что вы же дорого не будете продавать и вот такие коварные планы они вот придумали для себя сделать все для того чтобы в дальнейшем что необходимо сделать необходимо сделать так вот эту восьмерку схлопнуть представить будто вы и соседи в одном шаре энергетическом находитесь и после того когда вы находитесь в энергетическом шаре то их поведение по отношению к вам она находится с воздействием астральных элементов то есть они по отношению к вам находятся внизу как бы находясь под землей видели карту игральную таро там сверху человек изображен и снизу снизу это плохие качества сверху хороший вот человек по отношению к вам плохой потому что он к 8 как восьмерка было а вы объединились в один шар и поставили возле вас соседей и соседи возле вас и теперь как это будет программа работать на протяжении дня на протяжении месяца старайтесь как можно больше мысленно говорить хороших слов про ваши соседи и цветочек и зайчик и солнышко и рыбка и так далее то есть когда вам нужно разорвать отношения то они разрываются за счет отталкивания зачем когда говорит другому человеку дурак то тот человек не хочет с ним работать не хочет общаться не хочет ничего делать то есть образовалась восьмерка они должны разбежаться объединение в семью как бы объединение в один энергетический такой уровень происходит если человек не плохие чувства испытывает а хорошие то есть вы на протяжении недели все время говорит это олечка ты моя солнышко ты моя зайка и так далее таким образом сможете объединить и они к вашему удивлению перестанут вам отключать воду начнут лучше к вам относиться и так далее и не бойтесь их это самое а так оставайтесь все будет хорошо расти найдет моя дочь ольга работу ближайшее время найдет андрей андреевич очень переживают за дочерей будет у них половинки хорошие никогда не говорите половинки никогда смотрите человека вот так разделить невозможно то есть человек не может быть часть левая часть правая но если отрезать ноги то будет ноги отдельно лежать согласно смотрите если меня переполовинить вот так то я жить буду поэтому на эзотерическом плане человека никогда не разделяют на две половинки левую и правую так не бывает его разделяют на нижнюю половинку верхнюю а что такое половинкой вот женщина которая ищет половинку как правило половинку и находит какую вот смотрите ваша дочь она хорошая добрая красивая и так далее а у нее хорошая половинка какая внешняя тогда половинка какая должна быть к ней тогда нижняя половинка какая но если вот представьте один человек живет у него верхняя половина работает до живота то есть он обладает умом хорошими руками а вторая живет по принципу попы и писи и вот так женщины я скоро найду свою половинку какую писающую и срущую это ваша половинка она вам нужна будет такая половинка которая не работать не может не думать а хочет только и все и бегать безумную половинку друзья мои не ищите половинок ищите любовь так следующий раз и говорите когда моя дочь найдет любовь своей жизни кто вас научил говорить половинки это глупость вы так некрасиво и гадко программируете судьбу свою из своих близких не ищите половинок наша вы найдете скорее всего плохие половинки потому что если вы половинка добра то это будет вторая половинка самого дна ищите половинок это неправильно вот уж кто-то ночи на чухает а потом все расхлебывают что еще можете посоветовать из шумов не инвалид 27 лет как . прошу вас помочь помогите как . кто такой как . как сильно может и свяжитесь со мной в телеграм я может что-то посоветую посмотрю на вас сколько можно времени пить тирозол мне советуют врачи выпить капсулу радиоактивную что делать смотрите вот такие вопросы вы должны задавать не мне а задавать их своему лечащему врачу пусть лечащий врач который несет ответственность за ваше самочувствие и так далее пусть он вам дает этот совет вы наверняка взяли телефон этого врача знаете где он находится и вот этот вопрос сколько времени пить тирозол задайте врачу хорошо я такие ответы не даю кристина не кишина бросаю курить как можно без проблем бросить курить дожидайтесь времени когда будет четверг четвертое число четверг четвертого числа перед сном скажите клянусь завтрашнего дня больше никогда не курить и обычно после четвертого числа перестают люди ну бросают люди курить обычно в течение года вот на следующий год будет где-то пять-шесть вот таких четвергов 4 4 числа найдите и пусть андрей выйду ли я замуж 2023 вот когда научитесь говорить андрей андреевич буду вам помогать а так зачем вы мне алена любовь лещенко здрасте андрей андрей сердце болит за собак которые отдала недавно на авито взял и не фото и sms не отвечает что с ними живы собаки все хорошо не бойтесь не убили собак антон дженки ро здрасте андрей андрей скажите какие предсказания помимо тех которые вы предсказали на следующем году смогут случиться я могу сказать чего не будет не будет ядерного взрыва не взорвутся атомные лодки не будут ничего такого страшного не будет следующий год когда вы будете встречать новый год старайтесь лицом сидеть на юго-запад юго-запад это место через которое придет гессер или придет король севера и вот это место там лучше всего разместить и дальше если пятиконечную золотую звезду нарисовать и разместить вот на юго-запад и на нее смотреть или в эту сторону смотреть то придут деньги можно в середине такой звездочки пятерку написать если написать шестиконечная звезда и четверку или шестерку то придет любовь если треугольник с широким концом вниз то тогда выздороветь и ноги начнут треугольник зеленый должен быть если семиконечную звезду то обретете славу в середине напишите сло грамм и юго-запад или западном направлении старайтесь сидеть так чтобы смотреть на юго-западное направление и как раз с 22 по 10 января будет как раз идти с юго-востока вот эти вибрации и человек может их получить а 22 числа же шумов день солнечного солнцестояния да я хочу поехать в ташкент там у меня стоит ли мне ехать дам стоит правильно делаете не пожалейте об этом вообще там ваша сила начнете жить в ташкенте будете в таком прямо наслаждение вообще будете будете очень довольны и сын соскучился скажите в этом году будет семинар по новому году и когда да он будет вам для этого необходимо перейти на мой сайт дойко гуру и там указано время сейчас как раз сейчас как раз уже можно приобретать данный семинар людмила добрый вечер семья индов здрасте саул хансом прости андрей андреевич прекрасный мы рады философия прекрасно работает здорово пространство спасибо ирина пишет ирина крапивницкий прошла четыре ступени слушаю семинар спасибо огромное скажите пожалуйста жена брата моего мужа постоянно мне завидует черной завистью может ли это зависть влиять на мое везение удачу можно просто вычеркнуть этого человека из моей жизни бог так устроил людей что в случае если что-то происходит то это происходит для того чтобы человек что-либо осознал как вот случае если за неду и черной завистью то вам не нужно бояться а нужно наоборот хорошо относиться таким образом вы отдаете кармический долг вот в моей жизни такая ситуация была я очень долгое время не мог никак справиться там с определенным человеком знаете и человек вредные мне мешал и там очень долгое время там воевал со мной и у нас прям какие были негодование нехорошие отношения там очень долго и потом как-то он сломал ногу и сломал ногу там 16 или в 15 местах стопу игорь его звали я узнав его жена марина обратилась ко мне говорит андрей андреевич у нас не хватает денег я говорю с удовольствием вам помогу и приехал к нему принес привез ему денег привез ему там жена без машины его жену повозил там несколько раз в больницу и помог потом когда его должны были увольнять я как раз имел возможность пообщаться с его директором я его знал попросил чтобы его не увольняли его не уволили в дальнейшем он начал работать на другой работе сейчас переехал в другую страну но уже давно переехал другую страну с мариной родили там целый ряд детей тогда мы с тех времен стали очень близкими хорошими друзьями я могу сказать что очень часто когда мы думаем что человек плохой то он неплохой и когда мы думаем что кто-то там завидует это влияет нет не влияет если вы не боитесь а как не бояться так и говорите себе я ее не боюсь а также старайтесь максимально тепло относиться к этому человеку не какашка а ты моя ласточка ты моя рыбка дело в том что бог проверяет если на какашку человек не сморщится то забирает и и больше она никогда в жизни не попадается а если морщится и отбивается то будет вновь и вновь давать таким образом не воюйте с не воюйте с теми кто по вашему мнению завидует вам и делает плохо как вообще работает эта система зависти система зависти вот часто приходят люди бабкам или гадалкам или еще кому-то там к цыганкам идти выливая навозки говорят вот вам позавидовали а вы сами знаете что завидовать то нечему вы взрослая женщина и так далее и потом допустим спрашиваете как же мне завидуют андрей андреевич ведь завидовать то нечему так вот зависть есть но дело в том что тот момент когда вы завидуете какому-либо человеку то это зависть она не влияет на этого человека а влияет на вас то есть если бы вы сейчас начали задаваться целью такой вот как у меня была знакомая одна которая ходила на кладбище и которая там ненавидела кого-то и пыталась сделать кладбищенскую магию она уже умерла почему дело в том что человек который занимается такими обрядами или кладбищенской магии и занимаясь этой со всей силы или там создавая там ненависть там глобальную и так далее он забывает о том что ему придется прежде всего создавать это и отталкивать от себя эту вибрацию а многие оттолкнуть не могут и такая вот особенность мы что любовь не можем оттолкнуть от себя чтобы ее кто-то почувствовал мы оттолкнуть ненависть не можем и в тот момент когда кто-то завидует кому-то то на самом деле это зависть разрушает прежде всего того человека который завидует а если человек завидует то тогда у него необходимо потом убирать эту зависть как делать так чтобы не завидовать самому произносите он ничего страшного скоро у меня такое будет зависть исчезнет если боитесь говорите тю какая ерунда муки и шок канталинский привет привет как дела мы с вами на эфире федор макс пал гиев наташа и кимчук добрый вечер андрей андреевич мне 57 рокер за дна с человеком скажите я еще выйду замещ буду маты слова улюблено да будете вы красивая женщина у вас еще будут отношения удовольствие всегда слушаю вы подскажите пожалуйста стоит ли мне продать дом чтобы а почему я не хочу предсказывать следующий год дело в том что я дал обещание определенным людям которые находятся у власти украине не делать никаких предсказываний обещаний также был ряд предсказываний которые сделал там наверно видели в начале войны когда война началась россии то был ряд моих предсказаний там по 20 минут я прямо возле желто-блокитного флага прапора записал так из вернания где сказал когда война закончится как победит что там будет там кто будет там участвовать и так далее это видео она лежала на ю тубе на протяжении где-то семи дней после этого обратились ко мне мои партнеры которые работают во власти и в политике то люди которых вы знаете обратите внимание кто из них разговаривает моими словами и вы поймете кто и партнеры тех людей которых вы сейчас видите очень часто по телевизору это ученики нашей школы вообще хочу вам сказать что на сегодняшний день власть украины состоит из 15 процентов учеников школы кайлас чтобы просто понимали вообще уровень нашего уровень нашей затыли но тем не менее хочу сказать что прямо убедили меня что делать не нужно мне не нужно занимать такую или какую-то особенную позицию и так далее ну и я пообещал что в этом году и в следующем я делать предсказания по поводу войны и отношений там того что будет не буду почему ну есть на это свои наверное какие-тоladen я делаю ли я предсказания по два часа каждый день общаюсь день вот так люди либо я еду к ним либо они приезжают вот так вот сидим и говорят а вот это да а вот это нет а вот тогда а вот это будет нет а вот тогда а как здесь а здесь будет вот так вот такой вот теме вот такими так вот А придет нет, а зайдут нет, а там взорвется нет, а вот это нет, а вот так будет, да. И вот так вот. И уже это длится там 6 месяцев. Поэтому сначала уехал, а потом позвонили и говорят, эй, давай обратно ездить. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня по здоровью вопрос. Мне поставили диагноз некроз тазобедренного сустава в четвертой степени и левой, третьей, четвертой. Сейчас пью клеточное питание. Операция неизбежна. Неизбежно, зайчик. Дело в том, что некроз это полное исчезновение хрящевой ткани и она не нарастет. Это неизбежно сделать операцию, но не стоит этого бояться. Дело в том, что некроз это нехорошо. Дело в том, что любой некроз в дальнейшем может привести к мумификации, ну и самое страшное к сепсису и так далее. Ну и я считаю, что на сегодняшний день медицина настолько развитая, что данные операции делаются с легкостью, они не сложные. Их люди легко переносят. Те люди, которые делают такие операции, делают их с успехом, много лет занимаясь этим и так далее. Не бойтесь. Вот если есть Владимир Гусак, в свое время его супруга боялась делать такую операцию. Я говорю, Владимир, что вы лечите ее годами? Давайте сделаем операцию и все. Андрей Андреевич, я вот прочитал, там, а вот оно не получается, получается, что делать? Я говорю, ничего не делать, сделайте операцию. Ну сделали операцию, и он говорит, надо же, она нормально ходит, у нее не болит, она себя хорошо чувствует. Ну, конечно, это в дальнейшем, после имплантирования тазобедренного сустава, человек лучше себя чувствует, чем до того момента, пока это было. Будете вообще в восторге. Не бойтесь, милайте. Лариса Горобец. В очередной раз пытаюсь похудеть. Раньше худела даже на 57 килограмм, сейчас веса 5 большой. Подскажите, получится у меня и как правильно поступить? Правильно поступить так. Находите мои вебинары, которые называются «Как похудеть в интернете» и смотрите их. И сможете похудеть. Добрый вечер, Андрей. Когда я могу съехать с общежития, приобретенное жилье? Через 3,5 года. Прошу совета, продолжать мне изучать немецкий язык или идти работать в Германии со знаниями, которые есть. И идти работать в Германии со знаниями, которые есть. Спасибо за шум, для изучения языков работает. Пожалуйста. Мне тоже помогает шум изучения языков. Действительно помогает. Светлана Шарата. Сын уехал 2 года назад в Польшу и хочет, чтобы я приехала с ним жить и работать. Стоит уезжать? Да. Может, дочка выйдет замуж в 2023? Ну, может и выйдет. Как относится ко мне человек, который рядом на фото? Шусь Алена. Спасибо вам за труд и помощь. Моя мама в больнице и сделали операцию. У нее все будет хорошо? Да. Выпишут уже через где-то в течение 5-7 дней. Сергей Дзюба. Ваш ученик и поклонник. Создаю свою компанию. Помогите с названием. Спасибо. В этом году хорошее название будет. Любое название, в котором будут буквы О. И в следующем году. И хорошо, чтобы компания имела в своем виде квадрат и треугольничек. Андрей Крэй. Здравствуйте. У меня отчим 4 года не может найти работу и не хочет. И мама не хочет его выгнать. Как ему помочь? Обрести желание зарабатывать. Сделайте так, чтобы никто не видел. И положите в то место, где он спит. Просто коробку с красным перцем. Сушеным, стручковым. Не обязательно, чтобы он видел. Вот где-то... Если положите такой стручковый перец, шкафчик на шкафчик, под кровать, где-либо там, чтобы лежал, а желательно, чтобы висел, то найдет работу. Начнет прямо его мучить, что он должен что-то делать, срочно что-то делать. Анаит Тон-Но-Ян. Здрасте, Андрей Ильич. Подскажите, каждое утро поставить защиту моей семьи? Читаю для каждого по один раз. Тадья-така-ла-кала, кири-кири, вера-вера. Как там, санкция? Прача-поэт. Пая-ту, да. Так вот, пая-ти. Так вот, я хочу сказать, вы делаете неправильно. Вам необходимо ставить ритуальную защиту. Представляете, будто они находятся в пирамиде, как я обучаю на первой ступени, с прикладыванием рук к своему телу, произносите кстати, в этих словах есть очень интересные такие слова. Допустим, КАВАЧАЯ, ХЬЯ. Это слог, который может помочь человеку избавиться от одиночества. Смотрите, КАВАЧАЯ на вдохе, ХЬЯ на выдохе. Если так произносить и представлять, будто вокруг пупка вам горячо, и вы там видите красивый, толстенький, золотой бублик и произносите на вдохе КАВАЧАЯ, а на выдохе ХЬЯ, то это уберет преграды, и вы, скорее всего, очень быстро сможете, ну, может и не очень быстро, но наверняка сможете найти себе любимого человека, а не половинку. А вы, когда будете ставить Айм Хридая на Махом Клинш РСЛХ, первый раз представили себя в пирамиду, а потом представили, будто взяли всех своих близких, их поставили перед собой, нарисовали пальцем пирамиду такую, и тоже ставите вот так на себя, но представляете пирамида на них. Рушан Жанатуева. Здрасте, у меня выпадают волосы, как можно это остановить? Примерно с 14-15 лет началось. Чешется сильно? Спасибо. Надо попринимать тестостерон. Он находится в препарате моей компании, их два мускус, и второй препарат называется Трибулус. По две таблетки два раза в день, а также можно намазывать или смазывать активно волосы препаратом, который называется артраминовый спрей. Здрасте, что можно делать, если подросток сутулится? Обычно, если подросток сутулится, то у него есть два секрета. Он либо курит и матюкается, либо занимается анонизмом. И это нормальный процесс всех сутулых детей. То есть, обычно сутулится от того, ну, не обязательно, но обычно сутулится от того, что есть тайна. То есть, человек держит какую-то тайну, секрет, вот и так далее. Но есть еще органические проблемы. Это могут быть сахарный диабет второго типа, это может быть просто ожирение, гормональные нарушения. Ну, что сделать для того, чтобы не сутулился? Можно показать, что можно сделать, но на самом деле есть более компетентные такие доктора, которые могли бы это все для вас показать. И очень много есть таких интересных методов. Это вдеваются там в одежду руки, там в штаны. После этого штаны вот так назад одеваются на голову, чтобы человек так ходил. Я когда-то вот своим детям, которые сейчас там кричат, вот так делал, брал колготы, они левую, правую руку всовывали в колготы, а вот это, вместо пояса этих колгот я им одевал за голову. И они целый день вот так ходили. Ну, не целый день, там час-два. И за счет этого вот так ровно начинали ходить. Ну, вот меня отец так выровнял когда-то, а я своих детей. А вы можете своего ребенка выровнять. Людмила, шановные глядачи эфира, будь ласшка, ставьте в подобайки, хай це буде нашим знаком в дятмісті Андрію Андрійовичу. Нет, вы что? Вы что? Сейчас как поставите мне в подобайки, а потом будете писать претензії. Знаете, люди так устроены, я ничего не хочу просить ни у кого, не нужно там, хотите ставьте, хотите не ставьте. Я вообще отношусь сейчас к Ютубу, знаете, просто как к возможности пообщаться с внешним миром, потому что приходится больше дома находиться, из-за этого хоть какое-то общение, хоть с кем-то поговорю. А там ставьте, пишите, не пишите, подписывайтесь, не подписывайтесь, вообще все равно, как хотите. На самом деле, ну, я не стремлюсь к тому, чтобы зарабатывать с Ютуба или зарабатывать там с продаж своих семинаров и так далее. У меня всего в жизни хватает для состоявшейся человека. Пусть, лишь бы все были сдалны. Подскажите у моей сестры лекарственный цирроз печени, потеря мышечной массы, было 65, какой продукции можно восстановить весь? Есть препарат Гормонорм и второй препарат называется Бетулин. Гормонорм Бетулин и бетулиновая кислота. Вот если начнет их принимать, то вес наберет. Также для того, чтобы вес набрать, нужно знать, что это цирроз. И есть народный такой способ. Берутся желчь, берется желчь, берется куриная желчь, желательно у петушка. И когда рубят петушков или рубят курочек, можно бролерных, то берут вот эту желчь, достают ее, с узелком завязывают и один раз после приема пищи, желательно в первой половине дня, человек глотает сырой и запивает водой. И делают это на протяжении, еще хорошо пить кобыль и молоко. Ну кобыль и молоко, где можно его найти? Ну и считается, что делать это необходимо 10-15 дней. И вот таким способом можно очень заметно улучшить состояние печени с неутешительным диагнозом, который у вас есть. А если вес теряет быстро, то диагноз нехороший у вас. Но восстановить бетулин вот сто процентов можно заметно. Каролина Бакс. Здравствуйте, Андрей. Андрей Андреевич. Счастлива, что первый раз попала на ваш вебинар онлайн. Но все остальные пересмотрела. Все ваши ученики знают, что это работает. Дадут ли мне, Ольга, 42 высшестоящую должность? Да. Дадут. Асель Беккейжанова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, после смерти тетки осталась квартира, брать ее в наследстве? Она была против оставлять не моей маме. Или лучше оставить? Брать наследство. Да. Почему, когда занимаюсь эзотерикой, меня тошнит? Дело в том, что когда человек занимается эзотерикой, то какой? То есть о чем вы сейчас говорите? Когда занимаюсь эзотерикой, это вы мантры читаете или вы на гвоздях сидите, или на одной ноге. Эзотерика – это знание о неведомом. То есть когда человек занимается эзотерикой, то какой эзотерикой? Эзотерика эзотерики рознь моя хорошая. Поэтому уточните. Или коды читайте, или мантры, или представляете что-то. Скажите, что там происходит. Здравствуйте, Андрей Андрей. Скажите, наладятся ли отношения с мужем? Очень хотелось бы, но может не стоит. Лучше стоит. Вообще, если хвалить мужчину и с ним спать часто, то тогда спать именно, то есть чтобы были интимные отношения, то тогда мужчина начинает обожать женщину. Вообще, есть в эзотерике такие понятия. Допустим, женщина, которая худеет, в постели будет плохой. То есть вот, если женщина худеет, избегает еды, в постели будет избегать получения оргазма, не будет хотеть заниматься интимными отношениями. Это очень часто вообще в мире происходит. Мальчики выбирают себе очень худых девочек. Худые девочки ничего не едят, в постели они не хотят. Почему? Им просто так часто не нужно. Мальчику хочется, девочке не хочется. Он в свою очередь думает, что она его не любит. Она в свою очередь думает, что он какой-то сумасшедший. Для нее это стресс каждый раз и так далее. Почему так происходит? Это напрямую связь. Ну, а как сделать так, чтобы было наоборот? Ну, вот, надо знать, что мужчина это тот человек, с которым, как бы вы не хотели, придется заниматься интимными отношениями. И в случае, если этого не происходит, то тогда будут проблемы. Вообще, во всем виноват тестостерон. И мужчинам, и женщинам необходим тестостерон. Мужчинам необходим для того, чтобы у мужчин появлялось желание. Женщинам необходим для того, чтобы у них появлялось желание. И это все, в общем-то, в комплексе должно быть постоянно. Но если мужчинам, если мужчину научить, допустим, мужчине сказать, вот я видел видео, как-то в ТикТоке, там мужчина один говорит, вот попробуйте к своей жене, или к своей девушке, с которой живете, на протяжении длительного времени не приставать. Ну, и она сама хотеть не будет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы ей не нужны. Глупец. Просто глупец. Почему? Мужчина, женщине нужен, просто она не хочет интима с ним. А почему интима не хочет? Потому что стресс, потому что она голодная, потому что она заставляет себя голодать, и там не есть, потому что много работает, и как бы интим уходит на другой план. А что необходимо сделать, для того, чтобы это было на первом плане? Необходимо говорить хорошие слова, запомните их, они очень простые. Но память женщины кратковременна, поэтому женщине необходимо это говорить часто. Вот так, сидите за столом и говорите, какая ты у меня красивая, как же ты хорошо выглядишь, как вот молодец, такая же красивая, как никогда. Вот сколько живу, все лучше и лучше. Но делайте это каждый день часто. Два-три раза в день, если видитесь. Если это будет проходить, или если будет происходить, то женщина будет вас хотеть. Если этого не делаете, это для мужчины, это желание, это как бы проявление чувства. И для мужчины желание больше как механистическое. Для женщины это должно быть чувство, то есть без чувства невозможно. Для мужчины без чувства возможно, для женщины без чувства нет. Поэтому для этого необходимо расположение, для этого необходимо там теплое, там переживание, какие-то предварительно созданные условия и так далее, запахи. А я вам так скажу, лучше пусть редко, зато красиво и приятно. Вообще часто сексом заниматься время. Стоит ли мне вести свою эзотерическую страницу своим видением в инстаграм? Стоит. Я буду счастлива с этим человеком, который рядом со мной? Да. Послушала две ступени, все жизненно. У меня вопрос, на данный момент у меня онкология, асцит. Удалили все женские органы, прохожу химию, уйдет болезнь? Да. Подскажите, чтобы вы, подскажите, чтобы сын был счастлив в браке, что маме сделать эзотерические бракосочетания в этом месяце, к сожалению, не могу быть там. Желайте им счастливой жизни. Знаете, желайте им счастливой жизни. Складывайте руки, говорите, вы, мои зайчики, мой любимый сын, моя дорогая невестка, пусть для вас все дороги откроются и так далее. И вот это называется вымаливанием. Я смогу избавиться от мерцательной аритмии. Принимайте любые препараты, которые сделаны из пчеловодства. Допустим, какие это препараты? Это маточное молочко, это подмор, это может быть прополюс, это может быть цветочная пыльца, перга, все это в комплексе, какое угодно. Можете капли маточного молочка или трутневого молочка, можете подмора капли, можете там моли капли, как она называется, огневки, используйте эти капли, начните их принимать, их не нужно у меня покупать, это все продается в интернете. принимайте их и аритмияйтесь. Ольга, спасибо за вебинар, скажите, получится у меня работать на себя, продажи в интернете, пока очень туго, да, или лучше искать работу, к вам лучше искать работу, потому что вам очень нужны деньги. Вы не выживете на том, что только в интернете будете работать. Павли и Татьяна, мои родители и сестра находятся в Донецке, там каждый день обстрелы, гибнут люди, но уезжать они не хотят. Скажите, пожалуйста, не опасно для них быть там? Нет, они в безопасности находятся и они живы останутся, все в порядке, не надо бояться этого. Хотя, хорошо было бы куда-то уезжать, но пусть уже не уезжают, ничего с ними не произойдет. Какую мантру читать, чтобы любимого забрали на войну? Какую мантру нужно читать, чтобы он вернулся живым? Заходите на мой сайт, вот вы прямо сейчас находитесь, поиск по сайту и пишите мантра, защитная мантра для воина или мантра воина. И там будет целый ряд статей. В моем доме вход в северной стороны. Нужно что-то предпринять в связи с этим и что именно слышал, это не очень хорошо. Ничего страшного с этим нет. Вообще. С северной, не с северной, все равно. Главное, чтобы внутри дома у вас было счастье. Теплые отношения, счастье. Светлана Матвенко. Прежде всего, от чистого сердца хочу поблагодарить вас за ценные советы. Спасибо, Светлана. Иногда кажется, что все сложно, а послушаешь вас, и оказывается, что все очень относительно так и есть. Не так давно познакомилась с мужчиной, начались очень душевные, теплые отношения, но из-за обстрелов по инфраструктуре пришлось, думая о детях, уехать на зиму в безопасное место. Мы с ним продолжаем общаться, но уже не так, как раньше. Есть ли шанс, что мы с ним сохраним отношения на расстоянии и будем вместе, когда вернусь? Конечно. Мужчина вас любит. О чем вы говорите? Конечно. Вы красивая женщина, блондинка, с алыми губами, которая обожает мужчины. Это он переживает, потому что думает, вот поехала, и там, наверное, сейчас гуляет. А я здесь. Все нормально. Моя дочь собирается переехать в Канаду к мужу. Подскажите, удастся ли им хорошо устроиться и зарабатывать? Получится, да, пусть едут. Скажите, пожалуйста, чеи краще мы не проехали, это же в иншемисце, дякую. Хорошо ли переехать или нет? Вот куда вы хотите ехать, туда не надо. Подождите еще, не торопитесь ехать. Едьте в марте месяца со следующего года. Подскажите, пожалуйста, буду ли я счастлива с парнем, с которым сейчас нахожусь в отношениях? Да. Будете? Смогу ли я приобрести свое жилье? Да. Будет у вас свое жилье? Не в этом году. Подскажите, нужно ли с дочкой и внучкой уехать с Англии в Европу? Лучше да. Подскажите. Мой бывший сослуживец пишет, что хочет общаться, но я ему не доверяю, отказываю. Правильно я делаю? Правильно. Не нужно. Действительно, человек нехороший. Буду ли я счастлива с парнем, с которым сейчас нахожусь в отношении? Вы несколько раз мне написали, Карина счастлива. Да, будете. Все хорошо. Хороший парень. Сын никак не может сдать на вождение. Снова назначили на 13-е. Получится у него? Взятку хотят. Взятку. Надо взятку занести. Получится. Только взятку пусть даст. У ребенка мальчик высокое давление до 160. Уже полтора месяца. Врачи не находят пока причину. Голову еще не смотрели. Скажите, что посоветовать? При есть гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, ГАРТ, и неспецифический язвенный калит. И в первом и втором случае у детей за счет данного заболевания может подниматься артериальное давление. Поэтому идите к гастроэнтерологу. Идите к гастроэнтерологу. Идите к эндокринологу. Скорее всего вот так. Голова нет. Эндокринолог, гастроэнтеролог. Вот так. Давление, скорее всего, голова нет. Лола Данярова. Скажите, как избежать операций на сердце? Без операции я вылечусь. Не вылечитесь. У вас вот этот миокард с левой стороны, в левом предсердии, и аорта, которая там находится, она закальцинированная. И нужно это все делать. И появляется на этом фоне ишемическая болезнь сердца. И вы находитесь прямо возле инфаркта миокарда. Для того, чтобы вылечиться, операция будет несложная. Вот этот стеноз, его, скорее всего, там клапан этот вам поставят. Вы это перенесете хорошо. Не будет побочного эффекта. И делать нужно это быстро. Не бояться. Наверное, не дойдет до стимулятора. Просто клапан поменяют. Не бойтесь. Смело делайте. Хорошо, что кинулись. Скажите, пожалуйста, сын 10 лет работает в госструктуре. Никакого подъема нет. Может поменять работу. Лучше было бы поменять. Так и будет он и следующие 10 лет. Столько же зарабатывать, на той же должности находиться. Никаких видов на что-то хорошее в его жизни. Поставили. Синдром хронической боли. Как можно избавиться? Благодарю. Вернется ли ко мне бывший любимый мужчина? Стоит ли ждать? Не стоит его ждать. К вам не вернется. Скажите, когда я стану тещей и бабушкой? Спасибо. На протяжении двух лет. Будут ли у нас с моим мужчиной дети? Никак не получается долгое время у ученицы четвертой ступени. Не показывают деток. Уважаемая Юля. Наталья Борсткова. Рада видеть вас, учитель. Спасибо за ваши СНГ. Очень помогают. Хочу спросить ваше мнение. Как вы думаете, если женщина старше мужчины, любовь есть, могут они создать семью? А кто это вообще диктует правила? Старше или меньше? Кто эти правила диктует? Сердце лежит и все остальное лежит к мужчине. Смело можете этим заниматься. У меня есть друг. Он занимается бассейнами. Зовут его Андрей. Андреевич, как и я. У него жена. Ему было 18, жене было 45. Сейчас ему 50 почти, а жена там... И вот он к жене относится уже, знаете, как... Она очень-очень взрослый человек. Вся больная. У нее распад личности на фоне Ацгеймера. Он с ней возится. Постоянно там нянькается с ней, старается и так далее. Я говорю, как вот у вас так получилось и так далее. И вот столько лет и она в таком состоянии. Он говорит, я ее с первого момента. И вот до последнего момента обожаю как женщину. Обожаю ее как человека. Это была любовь. У них там были совместные дети есть. Правда, сейчас за границей живут. И он говорит, ну что делать? Такая вот судьба. Вы знаете, все нормально. Не стоит этого бояться. Вы правильно делаете. Мужчине, в случае, если он живет с женщиной, которая его старше, во многом лучше живется, чем если он живет с женщиной, которая намного лет меньше. Юля, скажите, пожалуйста, встречу ли я мужчину для создания семьи? Да, встретите. Скажите, пожалуйста, выйду замуж? Да. Вернется ли ко мне гражданский муж, прожили 7 лет и расстались после слов? Нет. В этом, ну нет, скорее всего. Хроническое обструктивное заболевание легких состояний ухудшается. Препараты только тормозят развитие. Как можно? Как можно? Во вторник мне задайте этот вопрос. Я его рассмотрю. Я знаю, что такое обструктивная болезнь легких. Надежда Маркова. Здравствуйте. Зарабатываю, что убираюсь у людей дома. Подскажите, чем можно мне еще заниматься для заработка? Эзотерикой можно заниматься. Эзотерика – это там, где гадают, там, где исцеляют, там, где предсказывают судьбу. Эзотерика – хорошая наука. И она… Знаете, в чем особенность эзотерики? Тот человек, который занимается эзотерикой и делает это профессионально, он никогда не будет бедным, не будет больным. У него всегда будет успех. Почему? Потому что лучи удачи и везения постоянно освещают его дорогу, его жизненный путь. Вот так. Поэтому сейчас первая ступень выложена бесплатно в YouTube, поэтому можете ее смотреть. У меня в 2016-м была операция шунтирования. Пью таблетки регулярно, сейчас плохо себя чувствую, одышка временами, боли усталые. Что делать? Это у вас, скорее всего, формируется сердечная недостаточность, ишемическая. И вам надо стимулятор, видимо, сердечной деятельности. Вам без врача не обойтись. Придется идти к врачу, пусть смотрят деятельность сердца и после этого стимулируют вашу работу сердца. Вы сможете вылечиться. Просто не тяните, решитесь сделать. Андрей Андреевич с Украины вывезен в Россию. Сказали, что нужно менять гражданство, беспокоясь за мобилизацию и желание уехать в Европу. Но не знаю, как поступить правильно для счастливой жизни. Смотрите, если вы из Украины и вас вывезли в Россию, как только вы поменяете гражданство, вас сразу же отправят на фронт, и это будет для вас плохо. Прям очень плохо. Идите, есть такая секта, называется секта Иеговы. Вступайте в секту Иеговы, у них есть порядок такой, они не воюют. Скажите, я в секте Иеговы и я не буду воевать вообще. Тогда можете менять гражданство, там все, что угодно делать. Сможете ли вы уехать за границу? Ну, скорее всего, да. Хотите за границу уехать? Если есть возможность, езжайте, делайте это в срочном виде. Пока еще есть возможность. Уважаемый Андрей Андреевич, в конце сентября у меня была операция, удалили полипу в матке. А после этого уже третий месяц сильно болят ноги и боль такая, как при судорогах, что у меня с ногами. При удалении матки могло быть совершено неправильное, ну, как могло быть совершено неправильное сшивание сосудов. И на фоне неправильного сшивания сосудов могли, могут проявляться вот такие вторичные, их я называю, их называют в медицине тромбозы. Надо обязательно идти делать доплера, исследование доплерографию сосудов ног и определять, есть ли у вас там сейчас данный момент проблемы. И это все несложно лечиться, но обязательно необходимо провести исследование. Не тяните, если вас что-то беспокоит. После оперативно, уже на протяжении двух недель-трех, боли никакой человек не должен ощущать. Там операция не должна быть сложной, проводится она там совершенно безопасно, но несложно. Но могут быть вот такие в дальнейшем проблемы. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня умер сын 22.11.22 в 2 часа ночи. Что значит для меня? Для вас ничего не значит. Для сына значит. Для сына значит, что что-то значит. В России запрещена организация свидетелей Иегова, они все по тюрьмам уже. Да вы что? Вот это свобода слова и свобода вероисповедания. Дожили. Как это так возможно? Как это так? Получится ли съездить? Это плохо. Андрей Андреевич, получится ли съездить на Украину к мужу в феврале? Да. Андрей Андреевич, встречу ли я свою судьбу, буду ли я замужем? Да. Когда получится встретить благостного мужчину, любовь и выйти замуж? Ну, где-то за два года, за два года и там, четыре-пять месяцев. Получится ли у меня приобрести жилье в следующем году? Нет. Смогу ли я создать длительные отношения? Сможете. Олена Билк. Спасибо за советы, что сделаешь, чтобы вернулся Эдвард. Не вернется Эдвард. Вообще забывайте и живите своей жизнью. Не вернется Эдвард. Поматросил и бросил. Неинтересно вы ему. К сожалению. А как хотел бы сказать по-другому. Простите, если обидел. Подскажите, я сумею найти сильный, уйти от мужчины на оправдывающей моих ожиданий? Так что ж такое? Притянуло его по пяти мантрам любви и получило, но разочаровано. Так. Девочки, третий класс. Периодические обострения бронхита. Врачи не могут понять происхождение и почему. Излечивается. Возьмите осиновую кору, заваривайте, как чай, поите, делайте с такой осиновой корой ингаляцию. Одна чайная ложка на стакан воды и ингаляцию, когда с осиновой корой будете делать, четверть чайной ложки сода можете добавлять. Что это такое? Это разновидность процесса гельминтозов. Такое бывает, что впоследствии при перенесенных гельминтозах, допустим, аскоридозе, как побочный эффект в дальнейшем развития хронических бронхитов. Вот такие ингаляции и просто попив вот такую водичку из осины и поингалировав в виде вот таких ингаляций с раствором этой осины заваренной осиновой коры, можно это все устранить. Рекомендую, пожалуйста. Я желаю вам успеха. Хороший получился вроде вебинар у нас. Так что-нибудь почитаю вам быстренько. Как исполнить все свои желания? Желания исполняются, если человек... Желания не исполняются никогда, если человек страдает и ненавидит, а также не исполняется, если много желает. Почему? Потому что нужно быть скромным перед Богом и нужно начинать с малого. Радость это бензин для исполнения ваших желаний. Если вы хотите желания, не думайте каждый день о нем. Один раз пожелайте, а в дальнейшем для того, чтобы желание исполнилось, как можно чаще радуйтесь. говорить, я радуюсь от того, что встала, легла, бла-бла. Дальше. Четыре способа очистить вашу энергию. Первый способ. Произносите как можно чаще слова «мне нравится». Произносите слова «я радуюсь» и дальше придумайте от чего и говорите себе «я добрый, добрый человек, я служу доброму Богу». Делайте это по утрам. Также очень хорошо произносить необходимо слово «ура». Представлять сбоку, что тело светится солнечным светом, как будто вы сбоку на себя смотрите, говорите «ура» и светится все ваше тело. Таким образом у вас начнут исполняться желания. Вы настроитесь на то, что называется быть везучим и желания будут исполняться сами по себе. Можно ли изменить, можно ли излечить себя силой мыслей? Да. Этих методов много. Я их описал в своем семинаре. Он называется «Эзотеритское целительство». Двухдневный семинар был или трехдневный есть семинар по целительству. Обещаю, если вы обучитесь этому трехдневному семинару, то вы будете самым лучшим целителем в своем регионе. К вам будет стоять очередь с утра до ночи. Только начните. Один из методов излечиться силой мыслей это покаяться перед своей душой и попросить ее, чтобы помогла телу быть здоровой. При этом стараться опаститься, мало есть и произносить много раз. Мне нравится. Можете читать молитву Богородица. Как обращаться с душой? Ложите вот так вот руки себе на грудь, представляете, закрываете глаза и говорите, как будто там находится что-то теплое. Говорите, обращаясь к легким или к сердцу, вот в ту сторону сознания. Говорите, ты моя душа. Я обещаю тебе не обижать тебя и путешествовать в этой жизни и двигаться к своему духовному росту. Помоги моему телу выздороветь. Не наказывай меня болезнями тела за мою злость. Я буду доброй. Ну и это даст вам возможность выздороветь. Делайте так один, два, три раза и в день очень заметно улучшится состояние. У сына лихорадка, Андрей Андреевич, помогите, что делать. Вот когда будет лихорадка, заходите перед этим так, чтобы он вас видел. Берете ремень и говорите сейчас ты лихорадка, как получишь у меня, сейчас я как отлуплю, а ну пошла. И вот так над ребенком три раза ремнем, чтобы создать громкий звук. От этого момента засекаете 15-30 секунд, три минуты. Через три минуты температура упадет и уже ее не будет. Пожалуйста, Андрей Андреевич, скажите, узнал от моего дома 150 метров, спланировали строить похоронный дом. Ну и что? Ну и что? Ничего страшного. Не стоит бояться умерших, стоит бояться живых. Знаете, а мертвым уже все равно. Похоронный дом, ну и что? Здравствуйте, Андрей Андреевич, в одном из вебинаров вы говорили, какие камни нужно носить. Может ли ношение помочь при психическом заболевании? Если да, могли бы посоветовать, какой нужен. Если носить на себе камни, то заболевания психические обостряются. Человек, у которого есть психические заболевания, наоборот, не должен носить на себе драгоценные камни. Должен носить на себе железо. Считается, что ношение железа в виде браслета на правую руку или на левую может помочь. Также ношение может быть еще оловянного браслета, свинцового вернее. Свинцовый браслет блокирует влияние Сатурна. Влияние Сатурна заканчивается 22 декабря. И мы переходим в новую эпоху. Это эпоха цикла влияния Юпитера. Это хорошее время, уже знаете, такое хорошее время, но время, которое, как ни странно, может быть в этом времени, может быть очень много предательства и зла там, и чего-то такого ужасного не будет, как в этом году, а вот предательство семей, вот такое может быть. Поэтому следующий год он такой, много семей разойдется, много мужчин и женщин не захотят жить друг с другом. Это уже началось с этого года. Для того, чтобы не было влияния, чтобы деньги водились, чтобы не было влияния негативного, носите периодически на себе свинцовый или железный браслетик. Свинцовый некрасивый, он грязный, пачкает руку, но зато блокирует воздействие Сатурна. Смогу ли я стать целителем, да? Буду ли я водить машину, да? Ну что, до свидания, друзья! Если вам понравился данный вебинар, то обязательно поставьте свой комментарий после окончания данного вебинара. Сейчас я проведу еще промоушен, скажу, когда будет проходить программирование. Итак, я приглашаю вас на мой новогодний семинар, который называется Программирование 2023 года. Перейдите на мой сайт duiko.guru и ознакомьтесь с лендингом. Это называется рекламная афиша данного вебинара. Для кого этот семинар? В данном семинаре я традиционно даю базовые и проверенные знания и техники и эзотерийские методы, которые нужно использовать в новогоднюю ночь и рождественские праздники. Там мои методы помогут вам запрограммировать свой год и защитить себя от возможных неприятностей, привлечь свою жизнь, успех и фортуну. Информация будет полезна и проста в изложении для любого, независимо от количества его эзотерийских знаний. Для нас всех 2022 год оказался сложным годом испытаний, но жизнь не бывает без сложности а вы можете себе помочь эзотерийски сделать для себя этот путь более успешным и безопасным, ускорить счастливые события в своей жизни, в жизни семьи, близких. Именно это и будет происходить на моем новогоднем семинаре, который я традиционно буду проводить. Сейчас я попробую открыть его. Где-то он у меня здесь вроде есть открытый эзотерийский. Ага, сейчас я его открою и почитаю вам, что будет. вебинар, вебинар, скриншот, скриншот, лайфчиндж. Так, 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 так. Программирование. Программирование 2023 года. Год духовности, год Юпитера, год Брихаспати. в 2023 году Новый год будет входить звезда Гесера со стороны Юго-Запад. Именно направо в лицо на Юго-Запад от входа сможете, сложив руки, попросить Гесера забрать ваши неприятности. Цвет, в котором лучше встречать данный год, в данном году там бла-бла-бла, что необходимо кушать, год Планета Юпитер, мантра, которую нужно читать вот такая, что необходимо одевать на себя, какая Дошу-пост держать. Самая важная практика этого года что представлять. Итак, вот какие будут практики, вот допустим, чтобы закончились проблемы на Новый год в течение первых дней мысленно представляете, что вы в своей груди достаете цифру 8 и бросаете ее перед собой в огонь, который тоже нужно представлять, ваша жизнь быстрее выровняется. Два, чтобы желание исполнилось, напишите на белой бумаге ручкой слога ХАМ. Далее свое одно желание и слово Акасай. Бумажка пусть один год хранится, желание исполнится. И вот таких пунктов здесь, чтобы вы знали. Аж я их сейчас все не прочитаю, а просто некоторые скажу. Если хотите, чтобы у вас родились дети, делайте так. Чтобы быть с деньгами, делайте так, скажите слог такой. Чтобы в этом году хорошие события, возьмите это, это, пожелание, там то-то, то-то. Чтобы продать что-либо, сделайте так. Чтобы выйти замуж, сделайте так. Чтобы везение сопутствовало, носите это. Чтобы женщина хорошо относилась, влюбились, оденьте вот это на новое. Чтобы хорошо нравиться, сделайте такой обряд. Чтобы обрести здоровье, скажите на Юго-Западе то-то, то-то. Чтобы нейтрализовать любую магию, нарисуйте что-то, носите на себе, выбросьте. Чтобы год был счастливым, ешьте то-то, то-то. Талисман от проверок сделайте на Новый год. Талисман счастья сделайте на Новый год. Если на протяжении года перед засыпанием в темноте представлять то-то, то-то, будете выздоравливать. Чтобы молодость сохранить, сделайте так. Чтобы не было разногласий, возьмите то-то, то-то, приготовьте то-то, все съедят, будучи все. Дети, чтобы были спокойными, подарите им это. Чтобы человек бросил пить, сделайте так. Чтобы взрослые дети не психовали, чтобы спокойствие, стабильность пребывали, чтобы исчезли вредные привычки на бумаге красным, нарисуйте ромб, написать в середине слова, которые я дам в первых числах праздники, произнесите то, что я скажу. Чтобы не было фобии и мании в вашей семье, возьмите черную нитку, там бла-бла-бла. Для того, чтобы вас не обворовали, храните где деньги, обязательно ложите то-то, то-то. Несколько будет очень прибыльным год. Для того, чтобы люди не хотели вас на протяжении года занимать деньги, носите на себе и что носить написал. Чтобы определить, в чем жизни заниматься на Новый год, когда будет полнолуние, положите, посмотрите, скажите, он приснится и вам покажет. Если вы увидите на солнце на празднике, скажите, два брата то-то, то-то, так и мне то-то, то-то, доход увеличить. Скажите себе на праздник, Христос родился и умер, бла-бла-бла, и в жизни праздновать буду. Будете здоровыми, никогда не умрете, в этом году будете счастливыми. Чтобы все хотели выйти на работу и не было тунеядцев, сделайте так-то и так, чтобы все в семье помолодели водичкой, там то-то, то-то взяли. На год скажите, одно прошло, другое ушло, там бла-бла-бла, будет год счастливым. Для того, чтобы всех, кто в вашей семье на протяжении года уважали, во время праздников подарите такие обереги, как его сделать, скажу. Ну и так далее. И таких аж 60 пунктов. Также я еще раз напомню, как провести обряд со стрелками курантов, как попробуем изготовить специальную мантру своего желания на 2023 год. Я объясню еще раз, как это все нужно делать. Одним словом, данный вебинар, я его проведу один раз. Каждый год я даю какие-то отдельные обряды, обычно это 50-60 обрядов, проведя которые несложные. Там водичкой, там то-то, то-то сделай, там так сиди, так смотри, то одевай, то пей, то ешь. Кем угощай, туда не ходи, туда ходи, для того, чтобы год был успешным. Не знаю, как у кого, я тоже обычно провожу такие обряды. Мне они очень нравятся, потому что это наполняет Новый год такой магией, какими-то необычными такими элементами необычного поведения. Это все пропитано такой вот магией, эзотерикой, необычностью. Ну, знаете, после этого и везет, и появляется счастье. Знаете, чем отличаются эзотерики от неэзотериков? Неэзотерики обычные люди. А эзотерики необычные, но счастливые. Счастливые, любимые, добрые, радостные, теплые и так далее. Ну и, к сожалению, с побочным эффектом. Какое? Чем меньше хочется интима, чем больше зарабатываешь денег, чем больше любишь свою семью, тем ты умнее становишься. А ум это не только благо. Ум это еще и наказание. Поэтому, когда ты становишься умнее, то начинаешь понимать. А может быть, и легче живется тем, который там переспал, напился, поорал, и там голод, да, стяжательство и так далее. Но, тем не менее, могу сказать, что эзотерика непременно приводит человека к счастью. Это один из путей, который помогает человеку стать везучим человеком, а везение человеку необходимо. Поэтому, как подписаться, да? А, вы хотите записаться? Ага, понял. Сейчас скажу. Вот прямо сейчас я сделаю сканирование. И вот здесь, с канала Магия Улара Гессера, я сброшу ссылку. Вот ссылка Магия Улара, видите, в чате. И вот эта ссылка Магия Улара, это ссылка на лендинг. И после того, когда закончится вебинар, я еще в комментариях оставлю ссылку, и вы сможете в комментариях перейти и подписаться, и участвовать в моем прекрасном вебинаре. который пройдет 23 декабря в 18.00. Также каждый участник получит от меня бесплатно мой семинар, который называется «Привлечение фортуны», где я дам 30 мантр «Привлечение фортуны», и там, по-моему, 11 обрядов, и 5 или 6 янтр. То есть нарисуй так, носи так, произноси это. И так далее. Если я ухаживаю за немощным старым человеком круглые сутки, значит ли это, что живу чужой жизнью? Нет, это значит о том, что вы занимаетесь стяжанием. Просто вы им занимаетесь ради чего-то. Поэтому говорите себе, я ухаживаю за человеком, и это посвящаю, и дальше скажите, чему вы посвящаете. Молодости, любви, большому материальному благополучию. Не делайте это просто так. Вообще, человек, что бы с ним плохого не происходило в жизни, посвящайте это чему-либо хорошему. Тогда хорошее очень быстро произойдет. Я желаю вам успеха еще раз с наступающими праздниками, света нам любви, радости. Сейчас хорошо даже, сейчас хорошо даже желать тепла, семьи, здоровья. Ну и, конечно, мы все сейчас живем во время войны, и очень хочется, чтобы эта война закончилась. Один человек может войну прекратить на протяжении одного часа. Это Владимир Владимирович Путин. Прямо сегодня он может сказать, мы выводим войска, конец войны. С этого момента война закончится, с завтрашнего дня. Если бы так мог сказать Зеленский, то война бы уже закончилась. Я лично знаю этого человека и могу сказать, что очень хороший человек. И единственное, что нужно, это вот этот человек, пусть у него ум появится и наконец-то пусть это все закончится. Нет, уже понятно, что это будет для них плохо. И сейчас уже нужно, сейчас уже все понимают, чем это закончится. И то, что это не нужно было никому и сейчас не нужно. А чем дольше это будет длиться, тем больше будет людей убиваться. Поэтому пусть меньше людей умирает. Еще раз до свидания, будьте здоровы и спасибо. И спасибо.